Привет друзья! Дания и Германия передаст Украине 80 танков «Леопард-1», снятых с хранения. Танки поступят к 1 июня и тогда видимо начнется наступление украинской армии. Судя по количеству, эти танки скоро будут основными фигурантами военных сводок. Танки «Леопард-1» начали разрабатывать в 1956 году Франция и ФРГ. Французы постоянно сокращали свое участие в разработке и принятый на вооружение в 1965 году танк можно назвать германским. Танк разрабатывался для сражений с советскими танками Т-55 и Т-64 на средней дистанциях. Судя по открытым данным, броня танка слабая и пробивается с небольших расстояний даже обычными БМП и почти всеми видами ПТРК. Лобовая броня танка от 25 до 70 мм. Для сравнения, у танка Т-72Н она Т-410 мм. Возможно, на Украине бронирование танка будет усилено блоками динамической защиты. Исходя из этого, основная стратегия танка – это работа из засад и с больших расстояний. Танк пережил 7 модернизаций, последняя была в 1987 году. Танк получил индекс А5. Эту версию и получит Украина. В 1994 году пять танков встретились с тремя сербскими Т-55. По итогам боя все Т-55 были повреждены, пострадал один танк «Леопард». Канадские варианты «Леопард-1» с усиленной композитной броней были в 2000-х годах в Афганистане. Их хвалили за скорость стрельбы и точность прицеливания, но вызывали нарекания двигателей из-за неустойчивой работы в пыли и при высокой температуре. Танк оснащен британским полуавтоматическим лицензионным орудием Л-7А1 калибром 105 мм и в зависимости от модификации пулеметами 7,62 или 12,7 мм. Экипаж танка 4 человека. Силовая установка мощностью 820 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость до 65 км в час при запасе хода до 600 км. Масса танка до 42 тонн. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.